Самый простой вариант закона Арксиуса. Напишем вероятность того, что последнее возвращение произошло при 2n-бросках в момент 2k. Давайте поймем, что это такое. 2k-то это 0, y2k плюс 1 это не 0, с какой вероятностью, давайте пока забудем про вторую половину, с какой вероятностью y2k равняется 0? У2k. У2k. А теперь внимание, если y2k равняется 0, то у нас фактически движение начинается заново. Замечательно. А значит, здесь у нас не равно 0, и это вот эта лемма. Это получается 0. И это вот эта лемма. У2n-2k. Считаю заново. У2n-2k. Теперь соображаем, чему это примерно равно. У нас была формула. Для У2k величина была примерно 1 делить на корень из пика. Согласны? Замечательно. А для этого величина была примерно 1 делить на корень из пи n минус k. Отлично. Ребята, там раз у них tp, k, p, n, нет? Может, приятно? Нет. Когда было удвоенное, было pf. Когда у2k, это, понятно, да? Меня, на самом деле, страшно интересует вот эта формула. Знаете почему? Потому что, если вы поменяете k на n минус k, то здесь вот эти множители поменяются местами. Согласны? Да, нет? Да. А это означает потрясающую штуку. Что когда у вас пошла... И в последний раз здесь оказалось, а здесь была над, то эта вероятность строго такая же, как вероятность того, что пошла, 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 и в момент 2n минус 2k здесь оказалась. Вероятность для k и вероятность для n минус k удивительным образом равны. Нарисуем график вот этой функции. Вернее, не этой, а вот этой. Хотя, понятно, что график рисовать понятнее этой, да? Потому что, вот, какое у нас бывает k, вот здесь откладываем k, а по вертикали будем откладывать вот эту величину. Смотрите, если мы берем в качестве k, например, единицу, будет 1 делить на корень из пи, так, может, я просто корень из пи напишу как пи, пи и все, да? Вот, а здесь будет так. Здесь будет корень из 1 умножить на n минус 1. Замечательно. Это некая величина. Она, кстати, не очень большая, но величина. Теперь, вместо k подставляем n пополам. Это будет 1 разделить на пи. Так, что там будет дальше? Корень из n пополам умножить на n пополам. Это сколько? Это делить на n пополам, так? Это будет 1 n. Что больше? 2 n, точнее. Что больше? 2 n делить на пи? Или 1 делить на корень из n минус 1? 2 n намного меньше. Понятно? Вообще, по идее, из школы вы знаете, как выглядит график функции k умножить на n минус 100. Что такое? Это парабола, да? Такая? Бетвями в пи. Вот если здесь число n, здесь число 0, то график выглядит так, правильно? А мы делим единицу, ну правда, на корень из этого. Но тем не менее, что бывает, когда делить на такую штуку? Там, где было здесь маленькое, частное будет что? И уходит бесконечность, да? Там, где было большое, оно будет такое. График получается вот такой. Хорошо. Хорошо. Значит, получается, ребят, что в среднем, если вас интересует время последнего возвращения, то, что называется, самая, самая вероятная штука, что оно случится, или более-менее в начале, потом уже не возвратится, или что она будет, что она возвратится почти в самом конце, но до этого там возвращался, возвращался, неважно. Так, теперь, откуда берется слово аксинус? Это сейчас будет только для тех людей, которые знают, что такое, что такое интеграл. Для тех, кто не знает, что такое интеграл, надо, ну просто вот, не слушайте, где и все. Господа, давайте абстрактно рассмотрим такую величину. Арксинус корня из х. Кто не знает производную, просто минуту, просто помолчите. что такое арксинус корня из х штрих? Это есть производная арксинуса, то есть единица делить на корень из 1 минус корень из х в квадрат, что знает производитель, умножить на производную корни из х. А что такое производная корня из х? Это производная х, где одна вторая, то есть это единица делить на 2 х на 2 корня из х. Замечательно. Это есть единица делить на 2 корня из х 1 минус х. Хорошо. Давайте посмотрим, как это связано с нашей формулой. У нас какая формула? Я ее, правда, успел стереть, но, по-моему, более-менее все помнят, что у нас у 2к умножить на у 2н минус 2к было примерно сколько? Один вид на корень из х. На х. корень из х. Согласны? Отлично. Давайте видим обозначение. Давайте х разделить на х обозначим буквы х. и тогда это будет единица делить на на что? На пи н да? Корень из чего? Из х 1 минус х. Так? Тогда и нет. Я, по-моему, сделал правильный замен. Вместо к написал на х. Но н вынеслось. Победа? Проверяйте постановку. Да или нет? Подожди. Да. Отлично. Теперь вопрос. Что такое 1н? Понятно, что у меня здесь вот как бы отрезок от нуля до н, а х будет меняться на отрезок от нуля до единицы. Это то, что называется dx. То есть, когда вы будете складывать эти вероятности, то вот эта вот штука будет роль того самого маленького приращения. И теперь мы можем написать такую штуку, что сумма вот этих вот чисел у 2к, у 2н минус 2к, взятых, когда k разделить на n меньше некоторого числа t. t у нас от нуля до единицы. Вот. Эта сумма, это на самом деле, вот с точки туда этих приближений, это интеграл от нуля до t такой функции единица разделить на пи корень из x1 минус x dx. Так, теперь вспоминаем, здесь была двойка, а давайте здесь везде на 2 умножим. И, ой, хорошо, и получится, что как раз интеграл от вот этой вот функции это 2 арксинуса. Вот и получается ответ. 2 битых арксинуса корня из x. Ну, не просто арксинус, арксинус корня из x, но, тем не менее, арксинус. Фактически можно ничего про интегралы сейчас не понимать. Для тех, кто не знает интегралы, достаточно на самом деле понять вот эту идею. Величина k умножить на n-k, маленькая, когда k, или маленькая, или близкая, и довольно большая, когда k примерно посередине. Ну, вот, если вот на языке интегралов, то вот, должна быть такая формула. При n занимающемся бесконечности, что называется, вот к этому стремиться.